всех приветствую продолжаем знакомиться с притчами мира арабская притча она называется раскрыта обман персидская притча говорят что на острове цилоне жил был купец по имени без была у него жена которую называли хамнас как-то раз бихзаду случилось отправиться в путешествие химнас была влюблена в одного юношу каждую ночь она ходила к нему в дом и орошала свою испорченную душу водой разврата через некоторое время бихзад вернулся возвращение его показалось химнас чрезвычайно тягостным когда настала ночь дала на мужу лишающее чувство зелье отнимающие сознание отраву а сама пошла к юноше случайно некий вор забрался в их дом с целью грабежа и сидел засаде увидев все это он пошел следом за химнас чтобы посмотреть куда она направляется когда химнас уединилась со своим другом правитель этого города схватил их обоих женщина опустили а юношу вели и вздернули на веселье лицо ибо в этом городе был такой обычай когда женщину заставали с чужим мужчины мужчину вешали и отпускали юноша на весельце испытывал предсмертные муки и расставался душой как вдруг пришла химнас и сказала о юный халаш наши дни о мученик нашей эпохи последний раз сольем наши губы и обнимемся на прощание когда химнас прижался лицом к лицу юношу тот скорчился и от страшной муки откусил ей нос нос ее так и остался в него в зубах а его душа вылетела через его нос так без носа и пришла домой химнас по женскому коварству и женского зломыслия и низости она чтобы отвратить от себя позор выпачкала одежды бигзада кровью вложила ему в руку острый нож и подняла крик бигзад отрезал мне нос бигзад отрезал мне нос когда нос негра ночи отрезали румейским мечом солнцем родные и близкие химнас потащили без задых судья и стали требовать возмездия за ее нос судья вынес приговор нос за нос но вор все это дело видел от начала и до конца он не хотел чтобы дело было решено по догадкам и подозрению и чтобы невинный был опозорен поэтому он пошел к суде и изложил дело судья сказал твои слова не могут быть доказательством если нос этой женщины найдут на ее ложе возразил вор то она права если же его найдут во рту покойника на виселице то я говорю правду учили тщательное расследование и нос нашли во рту того покойника судья был этим поражен а родные и близкие жены смутились и устыдились вот такая персидская притча она называется раскрытый обман